Прежде чем вы поймете о чем речь, нужно вам рассказать про эту улицу. Про этот город, Держинский, берет свое начало от Николы Угрежского монастыря, который был свидетелем аштатара монгольского ига и власти французов над ним. Детская коммуна для беспризорников имени Держинского дала и само имя городу. Спутник Москвы, однако, имеет свою собственную интересную историю, в том числе и криминальную. В 2006 году наш хороший мэр был убит, а с тех пор власть тут принадлежит, мягко говоря, непонятно кому. К слову о криминале, на нашем знаменитом карьере, куда летом приезжает вся Москва, снимали бригаду. Сейчас и в этом месте совершили архитектурное преступление и убили относительно хорошие виды. Буквально здесь, больше никуда не вылезая, я провел от 18 до 20 с чем-то лет жизни. Здесь я вырос. Учился, дружил, играл в коробках в футбол, ходил в лес. Этот город можно обойти вдоль и поперек очень быстро. Вдоль минут 50, поперек 25, ну, смотря где и как. Все близко, все друг друга знают, особенно школьники. Когда-то я знал, куда мне не стоит соваться, а где можно и погулять. У меня были свои любимые магазины и лавочки, и я тусовался в подъездах очень многих домов. Если подняться до высоты... Кхм... Человека, который пялится в экран монитора. Что мы здесь видим? Город — это сплошные промзоны и другие закрытые предприятия. А внутри него маленький кусочек жилого массива. На юге Николо-Угрешский монастырь и единственный адекватный завершенный квартал старой застройки примыкают вот здесь, вот рядом. Далее небольшое количество милых сталинских домов малоэтажности, ну, а потом... А потом по полю со всего размаха раскидали хрущевки и брежневки. В целом город развивался на северо-восток. Последние дома у леса и воды введены в эксплуатацию в 2020 году. Судя по Вике Маппи, эта территория называется лесным микрорайоном. Я этого не знал. Он как раз и примыкает к интересующей меня улице. Может быть, это было не так, но мне кажется, на лесной улице я провел большую часть жизни. Только потому, что я на ней жил. Отсюда уезжал мой автобус, приезжал тоже сюда. Часто ходил здесь в магазины по обеим сторонам от моего дома. Один из которых снесли и сородили на его месте какой-то непонятный пешеходный обрубок под названием Аллее Славы. А другой переделали под очередную невнятную трехэтажную коробку. По этой улице мы ходили с дедом в лес кататься на лыжах. По ней мы с бабушкой по выходным ходили на рынок и покупали кучу печенья. Ее мы с мамой пересекали, когда ходили к маминой подруге. Соответственно, и к сыну маминой подруге. Да, можно удариться в воспоминания, сентиментализм, но это не главное. Главное то, что я здесь все знаю и все помню. Хотя это не значит, что я знаю, как нужно сделать лучше. Я знаю, как лучше, только благодаря своей специализации. Вот то, что я здесь все помню в этом городе, это лишь добавляет к тому, что я немножко больше знаю контекст. Улица Лесная, кто бы что ни говорил, главная улица города. Здесь много активных фасадов, какое-никакое общественное пространство. Она находится в центре застройки между Люберецким карьером и монастырем. Начинается она от главной площади Дмитрия Донского и идет до самого леса. Формально она идет дальше вдоль лесного массива и заворачивает в сторону испытательного полигона. Там где-то в лесу, уже за другим Зиловским карьером. В которой, кстати, до сих пор свозят мусор из Москвы, я подозреваю. Это все можно посмотреть на сайте вики-мапе, но практически это уже не улица. Это просто дорога или проезд. Кусок, который меня интересует, имеет протяженность в полтора километра. Место взаимодействия, пересечений, прогулок и всякого. Он, как мне кажется, и требует изменений в первую очередь. Ну или, может быть, во вторую. Не знаю. Боже мой, какая разница. Как говорят, это мой блог, я делаю здесь все, что захочу. Спроектировать улицу. Как это сделать? Как это все можно провернуть? Да, довольно просто. Для концепции не нужны сверхточные оцифрованные чертежи. Тем более такие достать тяжело, делать их дорого. А в городе каждый год что-то меняется. То забор появится, то его уберут. Лавки новые, деревья. На перекрестках появляются круги каждые пять лет и так далее. Скажите, можно использовать съемки со спутника, Яндекс или Гугл. Но они-то как раз наоборот недостаточно точные. И в этом случае можно ошибиться на полметра, метр. А в конце концов, таких неточностей наберется на ширину дороги. Или дома. По таким картам нельзя нормально проанализировать геометрию. Однако они пригодятся. Теоретически. Теоретически. Можно отснять эту улицу сверху с разрешением 4К. Главное успеть это сделать, пока единственная батарейка на дроне не сядет. Теоретически. Для этого можно позвать друга, к которому ты сядешь в машину и проедешь по этой улице, поспевая за квадрокоптером. В конце концов, у тебя останется заряд поснимать что-то еще. Теоретически. Дальше из имеющегося видео можно вытащить скриншоты. Каждые 30 секунд вынимать по одному кадру, чтобы положение в пространстве менялось. И это изменение происходило заметно. Ну и чтобы фотографии можно было склеить автоматически в фотошопе. Кстати, это не сработало. Из-за изменения положения квадрокоптера по высоте относительно земли, склейка произошла довольно не точно. Как я это проверил? Как раз взял скриншот с карты Яндекса и сопоставил друг с другом. Я сопоставил концы улиц, думал, что все хорошо, а оказалось, внутри этого отрезка перекрестки гуляют в промежутке целых 20 или 30 метров. Панорамой пришлось склеивать самому, накладывая скриншоты из видео на скриншоты из карт Яндекса. И все это в достаточно большом разрешении. Мне кажется, это один из самых точных способов из всех у меня имеющихся. Результат получается неплохой, и чтобы долго не задерживаться на ОЧЕНЬ интересной, в скобочках нет, для вас теме, перебрасываем это все в чертежную программу. Подгоняем по масштабу, взяв масштабную линейку с картинки Яндекса, 10 метров на картинке делаем 10 метрами в программе. Как сделать еще точнее? Проверить дистанции от конкретных точек в больших расстояниях. Взятая длина на картинке равна длине в программе. Все просто. Ну а как проверить, что я прав, если вдруг... Если вдруг мы еще сомневаемся, что эта карта правдива довольна. В общем-то, у меня есть одна профессиональная шутейка. Она лично моя. Можно пойти по следам совковых, говорят проектировщиков. Совковых в самом плохом смысле этого слова. А следы они оставляют в виде кругов. Измеряем диаметр круга и удивительно, как совпало-то. Какое точное значение, вау. Все готово, чтобы взрывать пуканы яж автомобилистов, спидегонщиков, своих пацанов с района и других ведерок, где бы они ни были. Но вообще-то, вообще-то, никому в обиду. Я лишь за восстановление справедливости для участников движения. Возвращение города или конкретной улицы людям. Чтобы это сделать, всегда берем на вооружение перевернутую пирамиду приоритетов, где самым важным для города является пешеход, а самым бесполезным автомобиль на стоянке. Да, представляешь, твой железный крон стоит на самом последнем месте, не обижайся. Господа, эта пирамида одна, переводит на себя все внимание и требует целой не то чтобы лекции, а курса лекций. О том, почему она такая и почему современные города всего мира следуют именно этой схеме. Но я рассчитываю на то, что мои зрители либо уже видели мои предыдущие работы, либо еще увидят, а также понимают, что все, что я делаю сейчас, основывается на том, что я уже сказал или сказали другие профессионалы, специалисты и так далее. Спорить по поводу этой пирамиды можно лишь в том, учли мы что-то или не учли, но сама идея для меня остается неоспоримой. Помимо того, что я сейчас сказал, сразу уходить в крайности и проектировать город-сад это невероятно глупо и невыгодно. Можно замоделить улицу уже для летающих автомобилей и оправдывать это тем, что мы строим город будущего. Однако мы живем здесь и сейчас. Безопаснее и комфортнее улицу нужно сделать именно здесь и сейчас. И не бояться того, что через 10 лет произойдут новые изменения. А на данный момент автомобили никуда не денутся, и я сделаю для них много парковок. Велосипедисты сразу не появятся, поэтому я создаю для них хоть какую-то инфраструктуру. А перекапывать всю позднесоветскую улицу от фасада до фасада никто не будет, поэтому ради удешевления работ все изменения будут происходить примерно в границах дороги и прилегающих тротуаров. Заодно можно попробовать доказать, что изменения к лучшему возможны даже при небольших бюджетах, а относительно небольших. Все это указывает на то, что проект не будет идеальным ни для одного представителя разных участников движения. Ну вот, погнали. Простраиваем существующие оси, смотрим, изменяет ли улица свое направление. Ну хорошо, я начал не с этого, уж очень мне было интересно, какую ширину полос эта дорога имеет. Откладываем параллельные линии на кратное подходящее расстояние и выясняем, что крайние полосы имеют ширину 4 метра, а средние 3,5. И так на всем протяжении, кроме участка ближе к лесу, где всего 2 полосы встречного движения и каждая из них более 5 метров. На некоторых перекрестках, где место позволяло, там дорога разошлась как только могла. В общем-то и по снимкам видны неиспользующиеся участки, которые отходят под нерегулируемую парковку, уходя с которой ты рискуешь попасть под колеса. Так, я посчитал нам необходим такой маленький онлайн-формат, немножко стримерский кусок, ну потому что это нельзя не оставить без настоящей живой реакции. Господи, это просто нечто. Я не знаю, куда смотреть. Эпичным примером деградации архитектуры и городской среды является вот, конечно, вот это место. Вот вы его, вот, вот, вот. Боже мой. Ладно, я на самом деле подуспокоился немного. Ну вот, вот, давайте вот-вот заценить, пожалуйста. Такие вот у нас нынче аллеи славы пошли. Вы можете заметить звезда. В середине этой звезды, значит, у нас какой-то шар, который светится по вечерам. Круг, куда без круга. Причем круг здесь, круг там и круг еще дальше будет. Вот здесь вот у нас тупейший типовой проект клонады и какого-то столба, на которой стоит статуя. Причем ровно копию, вот такую же копию я нашел в Марьино в парке. И да, в общем, вот-вот дальше посмотрите. Вот на это место просто гений архитектуры решили то, что заезд во двор нужно делать, в общем-то, шириной в пять полос в одну сторону, как на МКАДе, например. Ну, почему нет пожарной нормы? В данном случае пожарные нормы не соблюдаются благодаря этой парковке. Но ничего, ничего. Нормально, нормально. У нас же пожарные на вертолетах летают. Тьфу. На мотоциклах ездят, они могут вот так вот, вот так вот объехать это все, лестницу привезут на мотоцикле, поднимутся на этаж, предотвратят гибель людей. Честно говоря, хоть отдельное видео делай про конкретно это место в городе, сколько здесь допущено ошибок, сколько здесь наплевательского отношения, просто халатного наплевательского отношения. Причем, господа, это пятнадцатый год, все довольно недавняя штука. Приводить существующую ситуацию в чертежный вид нет никакого смысла. Что мне нужно было выяснить, я выяснил, а остальное уже по ходу. Да и фотографии для сравнения у нас есть, поэтому можно не ждать и двигаться сразу в разработку. Итак, эта улица имеет много пешеходных переходов, лежачих полицейских, автобусных остановок, а также четыре светофорных объекта. Из-за этого часто не только люди, но и даже сам Яндекс.Навигатор советует эту улицу объезжать попараллельно, чтобы выехать из города. Движение здесь не такое интенсивное, как хотелось бы многим. Плюс ко всему, можно обнаружить запаркованные правые полосы, то там, то здесь. Стихийные парковки видны и на самой склейке, и на панорамах разных годов в Яндексе и Гугле. Вот ж поверьте мне, и у этой лавки ребята останавливаются и курят кальянчик периодически. А из парковки под 30 градусов? Нет-нет, да и вылезет брюхо какой-нибудь газельки обычно. К чему я это все веду? Ого, я веду это к страшному. К тому, против чего боролись все, всех, всегда. И это даже не сужение полос. Я отдаю крайние полосы под, ну да, парковку. И таким образом будет больше парковок, чем их есть сейчас. Сильно больше. Надо радоваться. 4 метра для непонятно кого становятся двумя с половиной метрами для хорошей размеченной параллельной парковки по обеим сторонам. Получается, в бортовом камне остается лишнего места еще целых 3 метра. Нетрудно догадаться, подо что я их отведу. Под хорошую, удобную, комфортную велодорожку. Хотя здесь мы уже выбиваемся из бордюра, и велодорожку нужно обязательно отделить от проезжей части буфером минимум в один метр. Это и предопределило, по какой стороне улицы она пойдет. Проще не трогать линию бордюра с северной стороны, а весь дорожный пирог, если его можно так назвать, выдавить в южную сторону. Так как здесь реже мешает рельеф, а тротуар по большей части отведен от дороги. Соответственно, будет отведен и от велодорожки тоже. По ней не будут ходить, как это происходит на Пятницкой. Вообще-то говоря, с этой стороны велодорожка тупо влезет без больших жертв. Лежать она будет на уровне пешеходной части. Это хорошо даже и потому, что со снегоуборочной техникой будет вопросов поменьше. По итогу должно получиться вот такое типовое сечение против того, что существует сегодня. Я надеюсь, разница всем видна, если что, можно поставить на паузу. Автобусные остановки и пешеходные переходы будут смещаться, а то и появляться новые. Места параллельной парковки я размечаю как 5,5 на 2,5 метра и объединяю в группу из 5 парковочных мест между разбивками. Или, как их называют, ушами. Эти места отводятся или для зелени, или для фонарных столбов, или для всего сразу. К слову о фонарных столбах, их частота, их расположение ближе к оси дороги, мне кажется, дает возможность поставить что-то более приятное и уютное, чем эти пятиэтажные огромные убогие столбы. Низкие современные или фонари под старину. Шаг этих выступов между парковками я постараюсь выдерживать одинаковым, настолько, насколько у меня это получится. Спойлер, получится неплохо. Намечаю островки безопасности в некоторых местах, куда без них. Привет, Инни Светенко. И пока Инни Светенко не нужна ты мне здесь. Кстати, об островках. Первый раз за долгое-долгое время делаю вот такую вот кликабельную штуку. Подбираемся глупо с проектированной территории. Начало улицы от площади. Ха-ха, мне что вспомнилось. Когда я учился, чтобы сдавать на права, у нас в городе уже были всякие странные круги. Так вот инструктор мне тогда сразу сказал, что в нашем городе ПДД не работает, лол. Все время орал на меня, когда я пытался правильно въехать на круговое движение. Что-то мне подсказывает, что езда не по правилам, а по понятиям это нехорошо. Неэффективно использующихся кусков асфальта в городе быть не должно. Я посчитал, этот перекресток с круговым движением нужно уплотнить. Здесь же появится место для новых пешеходных переходов и велопереездов. Чтобы с этих пор, наконец, не приходилось площадь обходить вокруг, чтобы попасть на другую сторону улицы. Обходить площадь. По площади ходят, а не обходят, где это вообще слыханно. Острее угол выезда, меньше скорость автомобиля. Больше времени увидеть пешехода и велосипедиста. Между прочим, таким все круглым и, казалось бы, красивым оставаться тоже не может. Так как водитель автомобиля и велосипедист в таких местах при выезде или въезде на перекресток оказываются практически параллельны друг другу. Они оба взаимно могут пропасть из поля видимости. Угол пересечения в таком случае нужно увеличить. В целом, площадь надо решать по-особенному. В комплексе. Это ж площадь. На день города здесь проводятся мероприятия и прилегающие улицы от этого места до ближайших перекрестков здесь перекрывают автобусами или другой техникой. Перекресток здесь с помощью круга однажды очень сильно разнесли. Асфальтовую поляну, которую по итогу оставили, явно можно было бы замастить рельефной брусчаткой или булыжником. Что это даст? Механически снизит скорость транспорта. Особенно это касается автомобилей, которые несутся с горки по улице Ленина. На уровне ощущений больше отдаст эту территорию пешеходам. Тем более она и так становится их территорией один или парочку дней в году. Дребежание колес будет будить студентов, проживающих где-то в районе лесной, которые заснули в автобусе, чтобы они не проехали свою остановку. Нет, ну а что? Велодорожка уведена за границей по этой стороне с расчетом того, что дальше по улице Ленина ее можно будет воткнуть вместо крайней запаркованной фурами правой полосы. Правой полосы по направлению к площади. Инфраструктурная связь больше в приоритете, чем парковка. Инфраструктурная альтернатива всегда важнее еще одной, очевидно, лишней полосы. Да, у рынка и площади много паркуются. Да, тут нужны парковки. Но на главной площади для них не место. У трибуны для них не место. Дальше, пожалуйста, оставляй возможность ее разместить. У Аркадия Гершмана был хороший пост на тема того, что при большом желании можно было бы даже и не размечать пешеходные переходы на перекрестках. Представляете? А, например, велодорожка являлась бы таким своеобразным щитом или сигналом на подъездах к ним. В общем, это к слову. Радиусы поворотов для больших грузовиков и автобусов 12,5 метров. Для легковых автомобилей 6 метров. Заезды встречаются 4 метра. Главный перекресток в городе. У меня нету подсчетов, но на моей памяти здесь он был и остается самым активным. Больше всего волновало пересечению велодорожки с пешеходными потоками. Но для пешеходов я выделил достаточно места для ожидания, и в целом серьезных конфликтов быть не должно. Островков здесь нет, так как и мест для них нет, а перекресток регулируемый. Что обыватель думает? Шире перекресток, больше возможностей для маневра, безопаснее, потому что автомобили дальше друг от друга находятся, соответственно, перекресток проходится быстрее. Что думает все остальные? Ну, что думает и я, окей. Уже перекресток. Светофоры расположены ближе к водителям. Необязательное возведение больших мачт. Короче, пешеходные переходы, а соответственно, время их прохождения. Водители более осторожно проезжают узкие перекресток, а не летят на желтый свет. Так безопаснее. Спустя некоторое время уже второй круг на втором конце улицы, тот, что у леса, вызвал у меня головную боль. Вся проблема в конечной остановке двух маршрутов, а в будущем может получиться и больше. Нужно уместить хорошую площадь, дать отстояться хотя бы трем автобусам и нескольким маршруткам. И, признаться, я отталкивался от существующего круга в физических бортах. И таким образом получается очень странная, не совсем вместительная площадь. Интересность здесь в том, что одна сторона круга работает и как заезд, и как разворотный круг для автобусов, тех самых маршрутов. Но используя нормативный радиус и пытаясь оставаться в круге и сохраняя пешеходные переходы, получается все проводимо, но не вместительно. Сейчас автобусы стоят с условием того, что последний сдает назад и задом паркуется. Я пробовал и другой вариант, когда они стоят в ряд. В общем, ничего очень долго не получалось, но я не оставил это место в покое, даже спустя несколько дней в итоге наградил чего-то, чего-то отвечающее моим требованиям, в конце концов. Выдавил круг на юг и позволил четырем или трем автобусам и двум маршруткам отстояться на этой площади. Также я оставил карман на остановке левее, мало ли у них не будет хватать места. Да там и всегда отстаивались автобусы, это уж я точно помню. По поводу карманов я скажу, что они у меня сначала были везде, но позже я частично их убрал, частично оставил. Я все не могу понять, была ли какая-то логика расстановки этих лестниц у рыжего дома. В общем-то, размечать парковку там ни к чему, сколько влезет автомобилей, столько влезет, а они сами разберутся. Хотя у меня есть подозрение, что без разметки вмещаться будет периодически меньше, чем с ней. Потому что вставать будут как попало и отгрызать куски пространства. Главное, что нам нужно сделать, отгородить ушами подход к лестницам, а безопасить. Значит так, проектирование на самом деле заняло у меня большую часть времени. Проектирование заняло большую часть времени, и потому само видео будет из разряда простого повествования с описанием. В кадре должно что-то происходить, что-то меняться, цеплять вас. А тонкие линии, которые перемещаются туда-сюда по области, мне кажется, это зрелище не очень интересное. Но вы пишите, кто как думает, может быть я и ошибаюсь в этом случае. А сейчас я буду приводить это все к виду приятному глазу. Выделение и акцентирование главных вещей. Границы дороги, границы велодорожки, чтобы было все контрастно и понятно. Парковки тоже можно выделить визуально, а соответственно и физически, булыжником или плиткой. Что в каком-то смысле перемещает границу территории автомобилистов в пользу пешеходов. Дальше чертить смысла нет. С помощью ютуба можно попробовать что-то интересное. Попробовать ручную подачу. Тем более масштаб намечен. Если нужно что-то неглобальное исправить, сделать это можно довольно просто. Нужен какой-то маленький итог. Маленькая презентация. В общем, все то, к чему это все шло. Важно помнить, что формат такого видеоблога ставит перед собой задачу в первую очередь показать возможность чего-то, а не сам проект, который может обсуждаться месяцами, а то и годами. Моя версия выглядит так. Улица стала больше ориентироваться на пешеходов. На ней добавилась еще одна транспортная альтернатива. Увеличилось количество парковочных мест, а также и площадей общественного пространства. Сократилось время прохода через дорогу, в том числе и на перекрестках. Мой комментарий по поводу двусторонней велодорожки, которая считается довольно неудачным вариантом велоинфраструктуры. К ним есть много претензий, и я постараюсь кратко объяснить свое решение. Во-первых, проблемное пересечение перекрестков, когда нужна своя собственная светофорная фаза, либо нужно уворачиваться от пешеходов. Тут я ставлю на второе. Перекрестков на этой улице не так много, а на том, где стоит светофор, я думаю, велосипедисты могут пересекать его в одну фазу с пешеходами, которым я постарался отдать в этих местах побольше пространства. Второе, контринтуитивный дизайн. Когда, находясь на определенной стороне улицы и ожидая движения транспортных средств лишь с одной стороны, вы можете попасть в ДТП, не ожидая велосипедисты с другой. И я стараюсь на всем протяжении держать велодорожку как можно дальше от пешеходов и от дороги, чтобы она воспринималась как обособленный объект, при пересечении которого все-таки возникает мысль посмотреть направо-налево, а не просто налево. Третье, неудобство при достижении пункта назначения. Если вдруг интересующее вас место находится на другой стороне улицы, вам приходится пересекать дорогу. Но тут все еще глупее. Даже в случае с велодорожкой по обеим сторонам улицы, велосипедисту не удастся просто спешиться, поставить велосипед и зайти в кафе. На такой улице, как здесь, он в любом случае вынужден преодолеть расстояние сверх этого. Так как фасады наших домов находятся очень далеко, будь то хоть на одной стороне, хоть на другой, компактности здесь нет. А неудобства всегда будет. А в-четвертых, она просто хорошо помещается. Здесь у нее меньше выездов и пересечений с проезжей частью. Так может быть тогда ее совсем не нужно было делать? Я считаю, что ее полезность все равно способна проявить себя. Ее наличие может побудить совершать больше поездок на велосипеде в таком небольшом городе, что, кстати говоря, хорошо для здоровья человека. Помимо этого, она как магнит притянет уже существующие перемещения. Наконец, все мы возмущаемся от того, что велосипедисты пугают нас на тротуарах, а автомобилистов они просто бесят. При проектировании идеальной улицы в компактной, адекватной, градостроительной ситуации это все удалось бы учесть. Но советская школа сегодня нам подкинула много непреодолимых обстоятельств. Перепроектирование таких улиц напоминает хоть и творческое, но сплошное исправление ошибок. Этим предстоит заниматься по всей России. Буквально. Нету возможности капитального преобразования, на помощь приходит тактический урбанизм. В тех границах, в которых сейчас нарисована концепция, это очень легко организовать, как и было задумано. Обычная разметка и малые архитектурные формы. Таким образом, между прочим, и проверяются все радикальные изменения. Жизнеспособно это или нет. Да, как мне подсказали, такая автобусная остановка слишком шикарна и необоснованна для города. Да, здесь могут понадобиться такие вещи, как информирующие маячки, показывающие, какой именно автобус сейчас отбывает. На мой взгляд, даже над этими, не столь имеющими значение местами, должны думать специалисты. Штук пять. Денег им платить у меня нет. Вариант обсуждаемый. Если ее можно так назвать, то форма улицы стала более безопасной. Мест, где автомобили перекрывают пешеходов на переходе, не встречается. Хотя, насчет безопасности все же есть оговорка. Я начертил так, как начертил. Однако, безопаснее сделать можно. Можно сделать больше островков безопасности. Можно сделать парковочные карманы не два с половиной метра, а два метра. Я вам больше скажу. Господин гостофил. Или мистер, ты порочишь нашу идею урбанина, можно было сделать лучше. Может быть, это прозвучало глупо. Я к вам отношусь нормально. Просто напоминаю, что здесь звучало слово концепция. Оно звучало. Конечно, она должна быть в пределах норм. Ну или хотя бы около них. Я ее постарался сделать такой. А то, что можно было сделать лучше... Да, 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 да. У меня есть маленькое интересное, как мне кажется, замечание. И, может быть, это вижу только я. Просто посмотрев со стороны на улицу, спроектированную подобным образом, используя перевернутую пирамиду приоритетов, например, А для меня эта улица, этот район, этот город сразу становится частью той самой, той самой Европы в хорошем смысле. Зачастую просто достаточно использовать уже давно найденные приемы при проектировании, блин, дороги. Причем даже в пределах российских норм. И сразу все меняется. Хочу перевести в пример вам лишь парочку кадров города Зарайска. Это у нас, в России, недалеко от Москвы. И ведь это не просто обертка, как многие могут посчитать. Спасибо, что вы посмотрели видео. Ставьте лайки, дизлайки, а также, по желанию, напишите мне комментарии. Для меня это важно. Я их читаю. А также благодарю всех тех ребят, которые хоть как-то помогают мне финансово. Это очень важно. И еще большое спасибо моим патронам. Вы просто, вы великолепны. Вот-вот-вот здесь. Да, наверное, здесь все эти стойкие ребята. Спасибо вам, господи, большое. Ну и до следующего раза. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!